Сура 43. Украшение. С именем Аллаха Милостивого, Милосердного. Ха-Миим. Я, Аллах, клянусь ясной книгой, Кораном. Поистине, мы сделали её, эту книгу, в виде Корана на арабском языке, чтобы вы размышляли над её смыслом. И поистине, он, Коран, находится в главной книге, в хранимой скрижале, у нас. И Коран однозначно является возвышенным, мудрым. Разве мы лишим вас напоминания, перестав не спосылать Коран из-за того, что вы – люди, которые излишествуют, отвращаясь от Корана? И сколько мы посылали пророков к прежним поколениям? И какой бы пророк ни приходил к ним, они насмехались над ним. Так же, как и твой народ насмехается и издевается над тобой, о Мухаммад. И погубили мы, не спаслав наказание, более сильных мощью, чем они, чем курайшиты, и уже прошли примеры наказаний прежних поколений за их неверие и издевательство над пророками. А если ты, о посланник, спросишь их, этих многобожников, кто сотворил небеса и землю, то они непременно скажут – сотворил их величественный и всезнающий Аллах, который сделал для вас землю, равниной, и устроил для вас на ней дороги, чтобы вы могли идти верным путем, и который низвел с неба воду, дождь, по мере, равномерно и умеренно. И оживили мы ею, этой водой, безжизненную, засушливую местность. Таким же образом вы, о люди, будете выведены из могил в день суда, и который сотворил все пары, как животных, так и растений, и сделал вам из судов и животных то, на чем вы ездите, чтобы вы утверждались, садились на их спинах и палубах, а потом поминали благодеяние Господа вашего, когда утвердитесь, сядете на нем, и чтобы вы говорили – «Приславен тот, кто подчинил нам это, ведь мы сами не были в силах сделать это». И поистине, мы после нашей смерти Господу нашему непременно вернемся. И сделали они, многобожники, из его рабов и створений, для него часть, приписали ему детей и сотоварищей. Поистине, человек однозначно неблагодарен, явно, открыто не признает благодеяние Аллаха ему. Неужели вы, невежды, думаете, что он взял из того, что создает, дочерей, говоря, что ангелы якобы дочери Аллаха, а вас почтил сыновьями? А когда обрадуют кого-нибудь из них, тех, которые говорят, что ангелы якобы дочери Аллаха, тем дочерью, что он приводит в пример для милостивого, когда скажут ему, что у него родилась дочь, лицо его становится темным, от печали, и он в душе своей сдерживает скорбь. Его охватывает уныние от этой вести. Неужели приписывают они Аллаху того, кого воспитывают в украшениях, дочь, и кто в споре не может ясно излагать? И назвали они многобожники? Дословно сделали они ангелов, которые являются рабами милостивого Аллаха, женщинами, дочерями Аллаха. Разве они были свидетелями при создании их ангелов? Запишется это их ложное свидетельство в книге их деяний, и будут они спрошены за это в день суда. И сказали они многобожники, если бы милостивый Аллах пожелал, то мы не поклонялись бы им, никому кроме него. Нет у них знания об этом, Аллах им об этом не сообщал, и они всего лишь лгут. Разве дали мы им многобожникам какую-нибудь книгу до этого, до Корана, которой они придерживаются? О нет, они сказали, поистине мы нашли наших отцов на неком пути, учении, и мы, конечно, идём прямо по их следам. «И также не было так, что посылали мы до тебя, о посланник, в какое-либо селение, какого-либо увещателя, который предостерегал о наказании Аллаха за неверие, чтобы не сказали жители его селения, живущие роскошно, погрязшие в наслаждениях и потехах. Поистине мы нашли наших отцов, предков в некоем учении, на некой вере и религии, и мы последуем по их следам, за их верой и религией». Сказал он, пророк, «Неужели даже если я пришёл к вам с более верным, чем то учение и религия, на чём вы нашли ваших отцов?» Они сказали, «Поистине мы не верим в то, с чем вы посланы. И мы отомстили им, прежним общинам, которые возводили ложь на посланников Аллаха, которые были направлены к ним, не спасла в губительное наказание на них. И посмотри же, о пророк, получи назидание, каков был конец, какое наказание постигло возводящих ложь. Пусть твой народ остерегается того, что их может постичь подобная погибель, если они будут продолжать возводить ложь на Аллаха и его посланника». И вот однажды сказал Ибрахим своему отцу и своему народу, «Поистине я не причастен к тому, чему вы поклоняетесь, кроме того, кто создал меня. Поистине же он поведёт меня верным путём». И сделал он, пророк Ибрахим, это свидетельство единобожия, нет Бога, заслуживающего поклонения, кроме Аллаха, словом, пребывающим в потомстве его, чтобы они могли вернуться к истинному пути, повинуясь своему Господу, поклоняясь только Ему и покаявшись в неверии и грехах. Но я, Аллах, дал пользоваться им, многобожникам и их отцам, не ускорил наказание за неверие, пока не пришла к ним истина, Коран и разъясняющий посланник, Мухаммад. А когда пришла к ним, к многобожникам, истина, слово Аллаха, они сказали, «Это то, с чем пришел Мухаммад, колдовство, и мы в него не верим». И сказали они, многобожники, «Почему не был не спослан этот Коран, если он от Аллаха к какому-нибудь знатному человеку из этих двух селений, Мекки и Таифа? Разве они делят милость Господа Твоего, распределяют пророчества среди людей? Мы разделили, распределили среди них их пропитание в земной жизни и возвысили одних степенями над другими, сделали одних богатыми, а других бедными, одних сильными, а других слабыми, чтобы одни из них брали других в услужение. И милость Господа Твоего, вхождение в рай, лучше, чем то, что они собирают, чем приходящие мирские блага. И если бы не то опасение, что люди могут стать одной общиной неверующих, думая, что богатство человека является признаком любви Аллаха к нему, то мы непременно устроили бы для тех, кто стал неверующим в милость Его, в домах их крыши из серебра и лестницы, по которым они поднимаются, и в домах их двери и ложа, на которых они возлежат, прислонившись, и мы сделали бы им также разные украшения. Но все это только благо земной жизни. А вечная жизнь у Твоего Господа для остерегавшихся совершения грехов. А кто уклоняется от напоминания милосердного, от Корана, к тому мы в этом мире представим сатану так, что он, сатана, станет для него, для уклонившегося, товарищем, который подталкивает его к совершению запретного и удерживает от дозволенного. И поистине, они, шайтаны, непременно будут отвращать их, тех, которые уклонились от книги Аллаха, от пути истины, разукрасив для них заблуждение и прививая отвращение к вере и покорности Аллаху. И они, уклонившиеся, будут думать, что идут верным путем. И когда придет он, такой отвратившийся, неверующий к нам, в день суда, то скажет, «О, если бы между мной и тобой, сатаной, было расстояние двух востоков от запада до востока! И как скверен же ты, сатана, как товарищ!» И будет в день суда сказано им, «Нисколько не поможет вам сегодня, раз вы творили беззаконие на земле, то, что вы окажетесь в наказании ада, вместе наказание не будет поделено между вами, и у каждого будет своя доля наказания». Разве ты, о посланник, заставишь слышать, истину глухих к ней или поведешь верным путем слепых к сердцам и тех, кто в явном заблуждении. А если же мы уведем тебя, о посланник, из этого мира до того, как придет к тебе помощь от Аллаха против неверующих, то им, неверующим, мы отомстим в вечной жизни. Либо же мы непременно покажем тебе, о пророк, то, что обещали им, наказание, которое их постигнет в этом мире. Ведь поистине мы имеем мощь над ними и поможем тебе против них, и унизим их руками верующих. Придерживайся же, о пророк, того, что дано тебе, как откровение от Аллаха, ведь поистине ты, о посланник, на прямом пути в исламе. И ведь поистине это, Коран, однозначно почетное упоминание о тебе, о Мухаммад, и о твоем народе, о курайшитах, так как не спослан на их языке, и вы будете спрошены за вашу благодарность Аллаху за это и за совершение деяний по нему. И спроси тех, кого мы послали до тебя, посланник, из числа наших посланников, их последователей, установили ли мы, помимо милостивого, каких-либо богов, которым следует поклоняться? И все они ответят, нет, так как все посланники Аллаха призывали людей к поклонению только одному Аллаху. И еще прежде мы посылали пророка Мусу с нашими знамениями, доказательствами к фараону и его знати, так же, как мы послали тебя, о пророк, к этим многобожникам из твоего народа. И сказал он, Муса, поистине, я посланник Господа миров. Когда же он, пророк Муса, пришел к ним, к фараону и его знати с нашими знамениями, они над ним стали смеяться. И какое бы мы ни показали им, фараону и его знати, знамение, оно было сильнее предыдущего. Это разные виды чудес и наказаний народа фараона. Смотрите суру преграды, аят 133. И мы подвергли их наказанию, чтобы они вернулись от неверия к вере и единобожию. И сказали они, фараон и его знать, Мусе, о колдун, они обратились к пророку Мусе, назвав его знатоком колдовства, признавая этим самым величие чудес, с которыми он пришел. «Обратись с мольбой за нас Господу Твоему, согласно тому завету, который он заключил с тобой, чтобы он избавил нас от наказания, и тогда, если он удалит от нас наказание, мы поистине пойдем верным путем, уверуем в то, с чем ты послан от него». И после того же, как мы отвели от них наказание, вот они нарушают данное слово. После того, как пророк Муса обратился к Аллаху с мольбой, и Аллах избавил их от мучений в этом мире, они продолжают пребывать в заблуждении. И воззвал фараон к своему народу, сказав, «О народ мой, разве не мне принадлежит власть над Египтом и эти реки, что текут подо мной, разве вы не видите? Разве я, фараон, не лучше этого Мусы, который презрен и едва объясняется? И почему не брошены ему Муси от его Господа браслеты и золота, которыми бы он украсился, или почему не пришли вместе с ним ангелы, сопровождая его и помогая ему, если он утверждает, что является посланником Аллаха? И он, фараон, посчитал свой народ легкомысленным, и они, его народ, послушались его, когда он позвал их к заблуждению. Поистине, они были непокорными Аллаху людьми. После того же, как они нас разгневали своим ослушанием и тем, что назвали пророка Мусу лжецом и отвергли знамени, с которыми он к ним пришел от Аллаха, мы отомстили им скорым наказанием и утопили их всех в море. И мы сделали их, тех, которых потопили, предшественниками для тех, которые после них поступали подобно им, и назидательным примером для остальных. А когда многобожниками был приведен в пример сын Марьям, пророк Иса, вот народ твой, о Мухаммад, от этого, от примера, восторженно восклицает. И говорят они многобожники, божества наши лучше, или он, Иса, сын Марьям. И приводят они его, пророка Ису, тебе, о Мухаммад, только для спора. И они являются людьми, которые спорят, приводя ложные доводы. Он, пророк Иса, лишь раб, которого мы одарили благодатью от нас, пророчеством, и сделали его назидательным примером, знаменем для потомков Исраила, который указывает на наше могущество. А если бы мы пожелали, то сделали бы вместо вас людей-ангелов на земле, которые стали бы преемниками вместо вас. И поистине он, Иса, сын Марьям, признак о скором наступлении часа, дня суда. Не сомневайтесь же в нем, в наступлении дня суда, и скажи им, о Мухаммад, следуйте за мной в том, что я сообщаю вам от Аллаха Всевышнего. Это и есть, прямой путь в рай. И пусть не отклонит вас сатана своими наущениями от повиновения мне в том, что я повелеваю и запрещаю, ведь поистине он, сатана, для вас явный враг. А когда пророк Иса пришел к потомкам Исраила с ясными знамениями, доказательствами от Аллаха, он сказал, «Вот я пришел к вам с мудростью, с пророчеством, и чтобы разъяснить вам кое-что из вопросов веры, в чем вы разногласите между собой, так остерегайте же Аллаха, исполняя его повеление и отстраняясь от того, что он запретил. И повинуйтесь мне в том, что я повелеваю вам из дел остережения наказания Аллаха и подчинения ему. Поистине, Аллах, он мой Господь и ваш Господь. Поклоняйте горе же только ему одному. Это поклонение только Аллаху, покорность ему и остережение его наказания и есть прямой путь, истинная вера, только которую он принимает. И впали в разногласия между собой партии из них. Одни сказали, что Иса является рабом Аллаха и его посланником, другие сказали, что он является сыном Аллаха, а третьи сказали, что он и есть сам Бог. И горе же будет тем, которые совершали беззаконие, неверие, называя Иисус сыном Аллаха или же Богом от наказания мучительного дня, в день суда они будут ввергнуты в ад. Разве ждут они, те, которые в разногласии об Иисе чего-нибудь, кроме часа, наступления дня суда, который придет к ним внезапно, в то время, как они не будут чувствовать этого. Друзья и любимые в тот день, в день суда, будут друг другу врагами, кроме остерегавшихся, наказания Аллаха. И будет сказано остерегавшимся, «О, рабы мои, не будет страха для вас в тот день от моего наказания, и не будете вы печальны относительно того, чего вы не успели обрести при жизни на земле. Те, которые уверовали в наше знамение и исполняли то, с чем приходили посланники и были полностью и в душе и на делах покорными Аллаху». И будет сказано им, «Войдите в рай вы и ваши жены, чтобы вы были там ублажены. Их в раю будут обносить блюдами из золота и чашами, и в нем, в раю, будет то, что пожелают души, и чем услаждаются очи. И вы в нем, в раю, пребудете вечно». «И это рай, который дан вам в наследство за то, за благие деяния, что вы совершали на земле. Для вас в нем, в раю, уготованы много различных плодов, которые вы будете есть. Поистине, бунтари, неверующие, будут пребывать вечно в наказание гиены, ада. Им, неверующим, не будет дано перерыва в получении адского наказания, и они там будут в отчаянии от милосердия Аллаха». «И не притеснили мы их, подвергнув наказанию в аду, но они сами оказались притеснителями, предав Аллаха и отказавшись признать его единственным истинным Богом. И воззвали они, неверующие, после того, как Аллах вел их в ад. «О, Малик, один из стражей ада, пусть покончит с нами твой Господь, пусть отправит нас в небытие, чтобы мы избавились от этого наказания. Он, Малик, страж ада, сказал, «Вы останетесь в аду навечно». И будет сказано обитателям ада, «Уже мы приходили к вам с истиной и разъяснили ее для вас, но большинство вас ненавидело истины. Неужели они, многобожники, приняли какое-либо дело, чтобы действовать против истины, которую мы доставили до них? Поистине же, мы тоже приняли решение воздать им наказанием. Неужели они, эти многобожники, думают, что мы не слышим их тайны, то, что в их душах, и скрытые беседы? О, нет! И наши посланцы, ангелы, у них записывают все их деяния. Скажи, о посланник, многобожникам из твоего народа, которые говорят, что ангелы являются дочерями Аллаха. Если у милостивого Аллаха есть ребенок, то я в таком случае стал бы первым из поклоняющихся этому ребенку, о котором вы утверждаете. Но у Аллаха нет ни супруги, ни ребенка, поэтому это никак невозможно. Приславен Господь небес и земли, Господь трона, и превыше он того, что они ему приписывают, от всех измышлений многобожников относительно Аллаха. Оставь же, о посланник их, этих измышляющих на Аллаха ложь, погружаться в своих ложных доводах и забавляться в этом мире, пока они не встретят свой день, день наказания, который им обещан, и это будет либо уже и в этом мире, либо в вечной жизни. И только он Аллах, тот, кто в небесах, Бог, и на земле Бог, тот, которому поклоняются, и ведь он мудрый и знающий. И благословен тот, которому принадлежит вся власть, полное владение и управление над небесами и землей, и тем, что между ними, над всем. И у него знание о часе, о наступлении дня суда, и к нему вы будете возвращены из могил, к месту сбора, и он полностью воздаст каждому потому, что он заслужил. И не владеют те божества, которых вы молите, и этим самым поклоняетесь вместо него, Аллаха, заступничеством ни для кого, кроме только тех, кто свидетельствует об истине, будучи знающими. Обладают заступничеством ангела и пророк Иса, но они смогут заступиться только за тех, за кого Аллах дозволит заступничество. А если ты, о посланник, спросишь их многобожников, кто создал их, они непременно скажут, Аллах, до чего же они отвращены от поклонения Аллаху. И сказал он, пророк Мухаммад, жалуясь на свой народ, который не поверил ему, о Господи, поистине, это люди, которые не веруют в тебя и в то, с чем ты послал меня. Отвернись же, о посланник, от них, от этих невежд, после того, как ты довел до них то, с чем послал тебя Аллах, и скажи им, мир, обладатели разума и мудрости не уподобляются невеждам в ответе на их нападки. И вскоре же они узнают, какое наказание постигнет их за неверие.